Так, добрый субботний вечер, мы с вами наконец-то возвращаемся в God of War, почти неделя прошла, я уже не помню вообще какие кнопки нажимать, собственно вообще не было возможности на этой неделе играть, даже, даже, даже пришлось сегодня работу с собой домой брать, вот только все закончил, все наконец-то идеально совпали все, все цифры во всех ячейках Excel, вот. И наконец-то я смог добраться до геймпаду, до PS4, привет Маримея, и мы теперь вернемся, мне кстати интересно, будет ли меняться вообще менюшка, ну я имею ввиду картинка, заставка меню, потому что это как-то типа модно, стильно, молодежно, вот. Вот, кстати, 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 сейчас в PSN для подписчиков PS Plus супер там акции распродажи, и God of War сейчас стоит вообще там минимальных денег, раза почти в три дешевле, чем я покупал диск полгода назад, тоже по акции, по скидке. Вот, и даже, по-моему, впервые в PSN, если, ну, у вас есть подписка PS Plus, по этой скидке можно купить наконец-то Horizon Zero Dawn по той цене, по которой тоже полгода назад покупал я на диске по скидке. Вот, может быть, может быть, может быть, я даже решусь купить Человека-паука, полное издание, но пока еще не знаю, не уверен в этом, хотя, в принципе, в планах у меня было в него поиграть. Но, сегодня God of War, жмем продолжить. Распродажи, дай денег, Маримея, в смысле, дай денег. Ты же там супер-фрилансер, короче, в офисы не ходишь, рубишь бабос, зарабатываешь, хвастаешься. Каких денег-то? Кто стример вообще? Я не понимаю. Это, это, это я должен говорить, там, ссылка на донаты в описании, и все, вот это вот. Безработный интернет-бомж. Ну, Маримея, зайчи, смотри, короче, есть такая история, в общем, есть одна стримерша, которая говорит, что если у вас есть время на то, чтобы приходить смотреть ее стримы, но нет 5 баксов на платную подписку, то проваливайте. Вот, но я не такой, я не такой, ты можешь оставаться, вот, но если бы ты был небезработным интернет-бомжом, то было бы, конечно, лучше для тебя, в первую очередь. Так, я вообще реально не помню, где я нахожусь. О, мои ва, как тяжко играть в игры только на стримах, вы не представляете, где я? Я в воскресенье вечером последний раз видел эту игру, я не помню, где я. У меня за эту неделю было столько всего в голове. Ну, я помню этого чувака, допустим, он нам помогает крафтить вещи, точнее, только у него можно крафтить вещи там и все такое. Это вроде как сын от Рэй, я вроде Кратос, но больше ничего не помню. Куда идти? Что, почему я здесь оказался? Ладно, мы, мы ходили вроде по квесту этого чувака, мы его вроде как сделали. Наверное. Ну, я реально не помню, куда идти. Да, мдмду, имею уважение. Давно я говорил, что банить нужно всех, кто не донатит. Да, это вообще, я думаю, в правилах твича должно быть прописано, как бы. Хотя твичу-то вообще пофигу на ваши донаты, я вам так скажу. Вот ты говорил, что работаем бесплатно на Амазон, но с донатов-то на Амазон ничего не зарабатывает. Не знаю, может сюда надо идти? Типа, можете думать, что я рофлю, но я вообще не помню. Так, вот это что-то, что-то какие-то воспоминания навевает. Что я здесь вроде был уже. О, шлем. Блин, куда отсюда? О, господи. В игры играть вообще невозможно, я вам так скажу. А вы говорите, вернуться спустя год там в шляпу какую-то во времени. Lords of the Fallen. Я вот уже не помню, что было неделю назад. Ну тут я вроде был в этой локации. Ну да, да, он не разбивал топором что-то. Наверное, мне не в это... Я не понимаю. Аура неукротимость, что-то такое. Что-что происходит? Вот этого я вообще не помню, что-то. Что-то у нас включается. Ой-ой-ой, смотрите, кажется, начал светиться. Видимо, когда я бегу, у меня теперь... Я что-то вкачал. Какую-то штуку. Только почему называется аура? Не очень понятно. Где мы вообще, на самом деле, и все, что пошло? Так, карта. А-а-а, о-о-о, так, когда глядишь на карту, стало чуточку понятнее. Мы вернулись в Мидгард, собственно, по этому пути. И я под весь прошлый стрим, которых было два в воскресенье у нас трима по Годов Вору, и второй мы просто плавали и исследовали все места, куда можно было причалить. И тут дракон был какой-то. В общем, тут мы все зачистили. Опять начинаешь шакал! Стрим не падай! Вот что сейчас было? Почему... Почему коннект с твичом начал теряться? Я не понимаю. Все ж нормально. Интернет работает. Все хорошо. Что-что-что-что было... Непонятно. Так, ну, надеюсь, что стрим у вас не... Вроде не оборвался, но пару секунд... Была какая-то дичь. Воронов Одина убито 7 из 43. То есть на этой локации 43 ворона, вот этих дебильных, которых я вижу очень редко. Вот, вот, да, по-моему, вот здесь я какой-то второстепенный квест не выполнил. И еще точно, мы закончили стрим на том, что я скрафтил шмот и стал третьего уровня. Ну, я не знаю, это уровень или что у нас с этого края. Я, блин, вы руку мою не видите? Все, ну, вот, короче, вот я... А, давайте вот так. У вас противоположная сторона. Вот там вот, вот там. Короче, где тройка в роббике? Как вам? Надо треем, где характеристики... Вот мы это скрафтили, и теперь у меня в какой-то из вот этих вот причалов был разлом, из которого вылазило 3 или 4 ублюдка четвертого уровня. И они меня тогда победили, но я был второго уровня. А теперь, наверное, я смогу их разнести, только я не помню, где это было. Я помню, что шестой уровень, по-моему, где-то вылез был и меня ваншотнул. Короче, 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 смотрите, мы выходим к лодке. Входим к лодке, еще бы знать, где она. Еще не помню, какими кнопками вообще что делать. Сын. А, у нас есть фаст-тревел. Я ни разу им не пользовался. Кстати говоря. Мы их только открывали, эти точки. Но почему-то я не могу отправиться, все равно посмотрите. Почему? Почему я не могу? Почему я только в лавку Брока могу отправиться? Почему я не могу отправиться сюда? Или вот сюда? Зачем мне в лавку Брока отправляться? В чем задумка? Так, да, там же даже написано УР, чтобы это не значило. А я не знаю, тут XP написано. Там написано, вот, хры, что это такое? Это опыт вообще-то вроде бы как. PC, это, там, это, 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 это RS, это расколот серебро. А где УР написано? Там не написано УР. Там ОЗ написано, очки здоровья и 3, и все. Там нигде не написано УР. Или я какую-то эту осмотрю. А, вот тут написано УР. Вот где топор, написано УР. А где глобально, по характеристикам, там ничего и написано. Поэтому я, ну, то есть тут нет прокачки уровня именно по опыту. Это прокачка по характеристикам, по сути, главного героя. То есть я могу, там, надеть хуже шмота, я буду, типа, УР-1. Стану резко. Тут нет прокачки именно. Прости. Багборд. Ой, лодка слева. Верно. Че, Агбонь какой-то он там говорил. Озеро 9. Так. Вот тут они, по-моему, видели призрачную башню какую-то. Которой нет, которая уничтожена была почему-то. Вот тут какой-то причал, да? Причал? Мы тут не были. Наверное. Хочешь здесь высадиться? А что вот это за зеленое? Скрытая область открыта. Е-бой. Ой-ой-ой. Это какой-то великан, смотрите. Или это статуя? Я нашел сокровище. Я помню, что я не мог понять, как сокровище искать. Ну, окей. Эти карты не помогают. Олигнарный предмет. Камень, впитывающий энергию при контакте. Высоко ценится гномами. Используется для улучшения рукояти с эффектом похищения жизни. Встречается в тайниках, отмеченном на картах сокровищ. То есть, какой-то вампиризм наружу. О, я получил кучу серебра и некоторые вещи. Скажем так. А где это вообще? Вот как оно выглядело? Цели, может быть. Карта сокровищ. Раздутый труп. Не, ну слушайте, ну теперь, когда я тут нахожусь, да, это похоже. Согласен. Вот это я не представляю где. Ну, точнее, у меня есть теория. Но там, наверное, нет столько пространства свободного. Вот это вообще, типа, просто рандом какой-то. Просто где-то край скалы, как я по себе представляю. Но я никогда не сориентируюсь по этой карте. Ну, по этой картинке. Я просто, типа, подберу вот так рандом и все. Так. Так, Маримея, с 36 уровнем тебя, между прочим. Сын. Слушаюсь. Квеньке. Молодец, сын. Теперь меня разгребать. О, это что за мужик? Как вообще сражаться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как играть в эту игру в пустя неделю? Что я сделал? Так, это блок вроде. Ой, он как и себе здоровье восстановит? Приняк. Эм. Играть-то как, блин? Сейчас мне только как раз идти, сражаться с этими четвертого уровня чуваками. Я вообще не помню, как все кнопки какие делают. Тяжелый бой. Да, согласен, Кратос. Отлично. Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую трапу. Так, это мы... Мы этому духу помогли какому-то? Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жницы утопили меня, чтобы лет назад. И мне хотелось, чтобы они получили позаслать. Мы сожжением вас эффект. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра. Но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстились. На перекратно с бородатой с татуировками. Так. Бестолковый. Легендарный предмет. Не могут же они все знать что-то полезное. Тенниственный след души, согинавший в море, используется для улучшения рукой тех искусственного воина. Допустим. Собственностью, три из четырех. Почему три из четырех? Мы помогли... А, или первый не считался. Потому что вроде только после помощи ему нам его выдали. Так вроде было до этого три из четырех. Вот это вот что. И зачем? А, вот теперь можно залезть. Или просто туда запулить сына. Ура! Избавились из спиногрыза. А, можно дальше. И вот там можно, я смотрю. Ой, господи. Змей. Про тебя я уже и забыл. Что-то здесь. Вот, какой-то супер сундук. По-моему, тут с этих сундуков доставим какие-то расшифровки. Эй, это не только ключ к рунам Муспельхейма. Здесь еще и руна пути. Отправимся в мир огня. Идите. Вы можете читать надписи на языке мира Муспельхейм. Вы можете попасть в мир Муспельхейм из комнаты перехода. Ёла-пала. То есть, целые из миры опциональные, что ли. По итогу. Типа, можно это все дропнуть. Ну, пропустить. Так, журнал. Я вижу ворону. Но... Да, брошу ли я у нее топор. Да, бросил. И я вижу, что вот там есть цепь и сундук, кстати. А, можно проплыть. Каким-то чудом. О, это что такое? Ого, 3244. Серьезно? Ни с того ни с сего. Только как там прожить. Можем другой скажут, что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Вот этот зеленый шар. Когда отсекаешь дух от плоти, стресс не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да. Много. И какие? Назойливых. Шкирборд. Хорошо. А что, Кратос супер моряк или как? Что он Атре гоняет? Керменом. Буским. Да блин, что-что-что-что-но дичь. Там же целая локация. Ну, а сейчас мы вернемся к виному этому. Если так хоть. Да? Правда? Или тут, может, где-то проплыть был? Повернуть. Да нет, это камни. Тогда не понял. Ну, кстати, у меня вопрос внезапный. Если звук с игры, как бы. А то бывали истории. Наверху что-то есть. Спасибо, Кэп. Я, типа, это увидел. Ну, как-то залезть. Ты сможешь залезть? Я не могу. То есть, вот это вот еще, я не понимаю, зеленые сферы какие-то. О, смотри, вот это еще зеленые сферы. Может, это как синий кристалл, мы просто еще не умеем этим пользоваться. И там, к этому, может быть, мост построить. Мне кажется, это будет идичь. Я потом сюда зачем буду возвращаться? Расскажите мне. Да и как что построить-то? А, вот есть. Подъем с этой стороны. Ну, нам надо как-то от Рея туда отправить, видимо. Чтобы он сбросил цепь. Змей, сбрось цепь. Что ты как? Ну, ладно. Он-то сбросит, допустим, цепь, но... На всякий случай я еще раз сбегаю и гляну. Что у нас тут есть? Какая возможность? Да никакой возможности тут нет. Там куча всего. Мало того, что сундук, там еще можно что-то подобрать. И... И там есть какой-то движняк. Ну, сюда никак не заплыть. Сто процентов что-то связано с... С зелеными сферами. Я иду. Не ясно. Не понятно. А тут мы были. Вот это статуя. Кто ее поставил? Не знаю. Дай-зи привет. Вот тут я не был. Кстати, сюда мы не поворачиваем. Пещера ведьмы. Ой, идите. Можно проплыть. По второму кругу оплываем озеро. Нашли что-то много. Но на самом деле вот тут еще что-то новое, скорее всего, нас ждет. Вот тут. Потому что тут... Типа... Чего-то не поймешь что. А сюда вообще, типа, заплыли. Легендарные метки 3 из 7. Просьба выполнена 0 из 1. Что? Сейчас, одну секунду, я вернусь. За чаечком схожу. Быстренько. Загрузка. Т flex sake. По-ключ. Тória. Да. Меня. ienda. с 4 так будет а это еще не жара сейчас чё летом то с ней будет когда будет 30 там 40 50 тысяч градусов жусть я ни разу за все время того как она у меня была ни разу не там не разбирал не чистил термопасту не менял что-то мне подсказывает что либо она погорит так скоро либо либо не знаю терапта выиграет жара или коронавирус ну кстати зависит от того как коронавирус себя чувствует при высоких температурах некоторые жбак ну хотя на самом деле высокая температура это температура кипения поэтому наверное коронавирусу пофигу как любым другим бактериям вот playstation 4 пофиг на коронавирус как и это не трогает от жара и чисто пещера вы куда меня вообще завели километр вообще мы остановиться куда мы пришли это очень знать что мне напоминает то откуда мы изначально заплыли заплыли в эту локацию ведь прав мы к этой приплыли в дом вода у было когда змеи вылез да я помню что допустим ты помнишь и раз бактерия хочу сказать что нет вируса должен из себя что-то представлять какой-то микроорганизм короче вот есть вот такая вот хрень неведомая просто отбитая непонятная вообще максимально что это такое типа вы хотя бы говорили типа приходите позже а может и не позже можете уже умею что то делать просто я об этом не подозревают и зеленые сферы есть и и вот зачем я сюда плыв километр по этой и раз уж построил работает не как построила только как . доступа к центру карты насколько я понимаю особого профита от того что я открыл эту точку нет непонятно это убраться уже по ходу истории даже закончились офигительный потому что наша поездка по этой пещере вообще очень идеальное место для того чтобы он рассказал историю а не так как это обычно было мы уже подплываем берегу начинать что-то рассказывать походу они закончились я не помню что здесь но какой за тех башен на меня вырез огромный ублюдок не тут вообще нет никакого подъема хотя мы знаем еще что на воду есть смысл смотреть повнимательнее потому что это ресурсы добываются периодически что произошло крушение это я понял но отчего тупых вопросов вот тут где-то судя по карте какая-то движуха который мы пропустили фигатор и мародер видали мы трупу подплыли отступнулись в него и он что-то собрал вот этот причал вроде это последнее можно видно о ворона вы ну что очень далеко хилка что-то полное здоровье веке что они вроде синие были до этого блин не успел ну прикольно если после добивания меня какое-то количество здоровья восстанавливал что у многих играх помнил что нет там у меня получается ой нам нужно поговорить еще один дух которому что-то надо как неожиданно в чем дело и я пришел сюда с торговцами спасаясь от запустения откуда мне было знать что здесь оно еще хуже мы не можем исправить твои ошибки дух знаю но я опасаюсь за капитана и команду думаю они все еще под водой вы найдете их а ты можешь что-то предложить нам взамен я мне нечего вам дать ну и до свидания я не знаю я не знаю перед смертью нам не было фамильная драгоценность найди команду и я отдам ее тебе ладно спасибо она сейчас находится на тебе я могу я просто взять и они уже отдал мне ты соседу 6 генши в море используя за твою мать я ничего не скажу но меня это не волнует я уже что-то выполнил тебя не волнует то что все вокруг умирает наша цель подняться на вершину тогда что мы делаем на этих островах мы собираем то что позволяет улучшить снаряжение и уходим с пути только для того чтобы подготовиться к завтрашнему дню так можно заодно мир посмотреть и помогать другим я типа уже выполнил то что он хотел или нет и нам типа засчитала это автоматически я правильно понял что произошло что произошло что произошло алё просьбы мир огня квадфа фнира дождите жаровни из духа на звезды 9 да уже засчитала ого сколько у нас опыта так огонь джерой не прилег сани тестируют на группах есть и большинство отзывов сказали что реген от мобов не нужен то так и сделали что ну а ты имеешь ввиду во время тестов ну просто ну типа добивание финальные врагов они типа ок ну то только ради ну а ну понимаешь анимация всегда одна и та же если там хотел бы какие-то вариации это было бы прикольно а так раз все на каждом враге все одно и то же то в целом типа ну можно было бы или прокачку какую-то добавить талант типа добивая врага ты там что-то исцеляющий или на кап ярость накопить кстати может кстати ярость накапливается я просто не обращал внимание ну и имеет смысл давать дополнительные очки ярости например ярость 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 а это почему не могу ничего себе на стоит держите r2 что провести вот блин вот это вот надо было прокачать но мне не хватало очков на самом деле да давайте все будем качать какая разница ярость 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 ну наверное нет наверное прям все и прокачать не смогу до конца игры мне просто не хватит очков но это вполне реально потому что прокачки сейчас в играх с элементами rpg они всегда они всегда сводятся к тому что ты все прокачаешь вот прям в rpg rpg возможно прокачаешь не все ну то есть если ты там начал качать мага так стоп стоп подождите походу еще не все походу блин может и там можно было топором что-то разбить где я вот искал проход хотя я не уверен что здесь топором нет а как а что тут надо сделать нет нельзя пройти там целая локация шли это ультра казвал уже в смысле ты про хилки да нет почему точно не может тебе нужно поправить ну большое количество усилий приложить чтобы у тебя выбился от режима слушай тренинг на нас по моему а че ворона кстати здесь ну на корабль и на корабль как то можно высадиться смотрите че за че за че за че за как ну и ворону туда стать мне надо где-то ближе находить ну и ворону туда стать мне надо где-то ближе находить а не ясно непонятно сейчас игры начали еще больше упор делать на хардкорщиков видим большинство геймеров хотят хардкора ой нет большинство геймеров маримея хотят не хардкора поверь пару лет назад появился жанр игр который называется гиперкэжуал как бы не просто так сам понимаешь что казуальная игра для тех кто любит ну не любит сложности а гиперказуальная игра для кого в таком случае поверь по хардкору хотят вообще там дай бог процентов 5 от всех игроков во все игры гиперказач наехал на мобилке ну так и игроков на мобилках как бы больше чем игроков на любой другой платформе нет тут надо тогда если обсуждаем то нужно четко разграничивать хардкор любят кто те кто на пока играют в арму какую то вот они наверное да любят хардкор но по сравнению с людьми из общего количества игроков ну это капля в море как бы на такую аудиторию ориентироваться никто не будет из больших компаний вот вот это сокровище да 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 вот это место я угадал единственно по карте но не было не было короче говоря этой точки пока карту не найдешь ну пока картинку не найдешь здесь ничего не было вот теперь я получил подтверждение видите да вот я запомнил но мне казалось что здесь нет не такой широкий корабль я я забыл что нужно наверх на него залезть вот это я запомнил был а вот вот то я вообще хрен знает где максимально хрен знает где может даже вот там вот 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 вполне может быть вот это вся локация вот 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 та которая непонятно как то попасть ну и ворона не долетает и оттуда я до ворона не докину я пока не понимаю и вот это я не понимаю что сокрови какие то вот 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 просто может быть складывается ощущение что вот из-за того что засилие типа всяких казуалочек матч 3 там и бродилок просто ну типа симуляторов ходьбы они же новая вариация квестов point and click что типа людям ну которые типа любят видеоигры как вот именно видеоигры чтобы было ох сколько механик там разных и прочее 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 то ну для такой аудитории это все не интересно естественно делают игры там с какими то более более проработанными ну то же самое типа baldur's gate 3 да лариан сейчас делают и вот они же оригинал сина делали это сложная игра в целом даже если на изи играть то она очень комплексная там всякие всякие механики по типу что если там противник намок то по нему сильнее током шабанет и прочее 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 именно механики механики это весьма хардкорная игра то есть сложная игра это не всегда игра на типу айвона беза боша да боша это вообще типа элементарная игра по по своим механикам но там просто просто все дело так что там где нет права ни на одно щип это вот такая сложность но но любая игра в которой нужно не просто там клацать на две кнопки разного цвета это уже какая то сложность ну то есть веселая ферма это типа и то о ой лол я наверное никогда веселую ферму не смогу играть там так все сложно столько всего уже накрутили то есть если раньше типа у тебя мог пропасть кабан пятого уровня в этой ферме были мемасы про техподдержку таких игр господи помните как я говорил что я буду по сюжету идти вот я сейчас бочки разбираю серебро вот это вот это уже хардкор пошел как раз так то есть можно было просто по сюжетке мчаться я не помню вот где во первых тут подъем был ну что то что то тут а вот тут можно подняться просто где то вот здесь был как раз портал который я открывал с четвертыми уровнями врагами то да 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 нет разработчики бронус 3 говорили про статистику что они разрабатывают основную статистику и большинство геймеров не хотят автоматизации казачную игрок мне сложно сказать я не разбираюсь в бордерлансе мне сложно играть в бордерлансе было очень сложно не интересно даже больше все на тебя куча информация кидает который то не нужно абсолютно бордерлансе Можешь уже прочесть? А, теперь я могу прочесть. Но это имя. Гейрдрифул. Ого, это имя ее зажгло. Че, издеваетесь? Теперь нужно по всем этим жароням ходить, чтобы... Чтобы не зажглись, наверное, наф... Ну, ну, но, год оф ар. Не, ну вот это год оф ар минус балл, короче, теперь официально. Нахрена они все это подобавляли? Вот это вот... Вот это хардкор, типа, это вот хардкор, это типа... По один процент, наверное, там, каких-то игроков от всего... От всех, которые играют в год оф вор. Они вот повыполняют эту всю херобору, типа... Все жаровни там. Вот это вот. Зачем? Это вообще никак не влияет ни на что в этой игре. Абсолютно это не нужно. Уберите это. Зачем это? Кто-то тратил ресурсы на это. Зачем это в игре, вот этой вот игре... Про батью и пацана, которые несут... Пепел... В прах матери на гору. И встречаются там с разными существами. Преодолевают трудности. Зачем в этой игре искать языки, чтобы потом зажечь жаровни? Вот это вот... Это уже вообще, типа, абсолютно дичь какая-то. Никому не нужно. Она ничего не дает игре. Вообще ничего не дает. Кроме того, что вот какие-то хардкорные люди такие... Ооо, вот это теперь у меня челлендж. Вот теперь я потрачу 5 часов еще своей жизни на поиск херни какой-то. Которая никак вообще тебе не дает ничего. Вот, типа, для кого это сделано? Непонятно. Совершенно. Тут же успех Halo в Steam. Топ-1 игра в продажах уже который месяц. Halo это супер-ультра-хардкор. Там все хуже, чем в Half-Life 2. Ну нет, подожди. Halo никогда не было на ПК. Как бы. И много людей не играло в Halo. Для них Halo это, типа, серия... Которая, типа, легендарная серия с консолечки какой-то. И многие туда пришли просто посмотреть, поиграть, что это такое. А... Тем более туда добавляются новые игры, как бы. Вот. Я куплю обязательно Halo, когда туда выйдут все игры, которые выйдут. Чтобы я пришел туда и начал играть. Вот. Я тоже куплю Halo. Но именно потому, что... Это вот такая серия, в которую я хотел поиграть. Но у меня не было возможности. И многие люди, которые играли давно в Halo на Xbox, первым еще. Спустя 15 лет они вернулись в ту же самую игру, которая им понравилась. Вот. Типа, есть две огромные аудитории, которые... Которым будет интересно Halo. И поэтому Halo выстрелил. То, что, может быть, она там устаревшая, то, как бы, часть людей отпадет и не будет играть. Как бы. Ты, мне кажется, немножко не... Не прав. Отчасти, может быть, и прав. Но... Ну, типа, это старая игра. Старая, древняя, короче. Если сейчас выйдет Sacred 2, ремастер, то тоже побежит какое-то количество людей играть в Sacred. Но большинству никому это не нужно. Просто, короче, я сейчас игры не делаю это... Тем более АА просто потому, что кому-то захотелось. За каждой кнопочкой механика в игре стоит минимум несколько тестов. На целевой группах. Вот на какой целевой группе проводили тест по нахождению языков, чтобы потом зажечь жаровни. Вот. По всему миру. Вот это как прошло в игру. Не понимаю. Потом добавили. Если бы это добавили, значит, минимум 6,5% целевой группы. Хотела такую фичу. Лера, 67,89. Привет. Вот если я возьму бесплатную 14-дневную подписку PS Plus, смогу ли я купить игру по той скидке, которая сейчас проходит для подписчиков PS Plus? Да. Сможешь. Ну, типа, акция для всех активных обладателей PS Plus. У тебя будет активная PS Plus подписка, несмотря на то, что она бесплатная. Ну, типа, ты один раз можешь на учетку воспользоваться этим приложением. А это все нормально. У тебя будут скидки. Инфа сотка. Поэтому активируй, покупай и экономь. Это очень, очень, как бы, большой плюс. То есть, многие считают, что PS Plus еще и... Ну, ладно. Игры, которые ты сейчас захватишь в PS Plus у тебя будут доступны только когда PS Plus будет активен. Но вроде сейчас классные игры, как раз в марте. Ну, типа, многие считают, что PS Plus подписка только игры дает. Вот. А игры это, типа, ну, дай боже, типа, половина функционала, который PS Plus тебе дает. Потому что тебе доступен и онлайн, и облачные хранилища там, и еще разные фичи. И самое классное, это вот такие скидки, как сейчас, где ты... Ты банально, оплатив PS Plus, ты столько же денег сэкономишь за год на скидках только для подписчиков PS Plus. Если будешь игры покупать во время этих распродаж. А плюс ты еще получишь игры с раздачей, плюс ты еще получишь кучу функционалов. Плюс с 1 мая PS Plus подешевеет. И в русском, и в украинском регионе. Может быть, еще в каких-то. Так что, да, смело используй. Если фича в игре имеет негативный отзыв от более чем 37%, то фичи убирает. Ну, это... Короче, очень интересные у тебя цифры. Вот. Мне очень интересно, откуда ты их взял. Они... Ну, имеют под собой. Ну, если так это все проходит, то да, и есть в этом логика. Но... Но! Как это относится к тем, что сейчас тренды на хардкорные игры? И как это относится к тому, кто вот эту херню сделал? Так, Терл, не бери хейл. Нет, Маримея, я не спрашиваю у тебя, брать ли мне хейл. Вот если я приду и скажу, типа, Маримея, что скажешь про игру А? Типа, вот я знаю, что ты играешь в игры B, C, D. Судя по тому, что я вижу, она очень похожа. Вот ты, как человек, который любит те игры, там, 2D, всякую чепушню старую, древнюю. Вот вышла новая игра, она похожа на вот это вот, то, что ты любишь. Как ты тут? Ты, типа, о ней что-то знаешь? Вот тогда, да, тогда будет очень важно твое мнение. Но когда я хочу поиграть в хейло, я буду играть в хейло. Типа, все, нет смысла меня отговаривать. Терл, я фанат хейло и в курсе все про хейло. И каждый деф-блог читаю уже лет 15, рассказываю еще. У меня есть один вопрос. Слушаешь ли ты подкаст «Как делать игры» с Сергеем Галенкиным великим, у которого уже 278 выпусков? Потому что я тоже в курсе всего, всей кухни разработчиков. И слушаю я не только этот подкаст, у меня не только оттуда есть инфа, а то многих других источников. Как бы, поэтому не надо со мной разговаривать, как с человеком, который, типа, просто рандомные игры запускает на стриме, тыкает на кнопочки, пускает слюни, выключает стрим. Я, как бы, не вчера родился и в курсе всего этого. И даже почти устроился в одну фирму, которая связана с игровой индустрией, но не устроился, к счастью. Как оказалось, потом к счастью. Вот. С ДТФ. Ну, вот что-что, а ДТФ я не читаю. Если уж на то пошло, ДТФ я не читаю. Это я могу сказать абсолютно спокойно. И я не знаю. Там, типа, есть статьи из ДТФ, которые пишутся игровыми журналистами, которые работают на ДТФ. Есть статьи от людей, которые туда приходят из игровой индустрии и пишут на какую-то конкретную тему. А огромное количество постов на ДТФ — это user-generated content, который, типа, можешь ты сам написать. И по фактике, по смыслу, по всему прочему, они очень-очень спорны. И за чистую монету я тебе их брать, типа, никогда не советую. Вот, что я могу сказать. И поэтому я, типа, далёко от ДТФа. То есть очень иногда, типа, там, возможно, какие-то люди, которых я, там, слушаю или читаю, в каком-то своём твиттер-аккаунте скинут ссылку или репостнут ссылку на статью на ДТФ какую-то классную. Вот, вот, я тогда иногда могу по ней класснуть и почитать. Вот это, это единственное, как я соприкасаюсь с ДТФом, например. Если что-то пошло, Террол, не играй, не обижайся, я рофляю. Я знаю, что ты рофляешь, муррибей. Но я, я считаю, что я обязан нести образовательную нотку. Поэтому не только к тебе это всё относится, а ко всем, кто смотрит этот стрим. Полтора человека, включая тебя и меня, у нас вместе полтора человека, больше никого тут нет. Но если кто-то будет ещё смотреть, я всегда отношусь к таким вещам, типа, вот, типа, делать какую-то тупость и рофлить бесконечно, в этом смысла тоже нет никакого. То есть, что ты, ну, ты, окей, ты можешь поражать, поднять всё настроение, как бы. Это единственная польза от подобного. Но, типа, нести какую-то чушь, а люди тупые, как бы, в большинстве своём. И они слушают чушь, читают какую-то фигню с ДТФа, принимают за чистую монету там, и всё. А потом мы удивляемся, что там куча людей, там, СЖВ, СЖВ, вот эти вот, все инквизиции и прочее существуют в нашем мире. Почему удивляться-то? Сами-то рофлами порождаем. Видите? Ну, вот, вот. Так, блин, блин. Понял, ублётки, я там что-то вкачал. Вот сейчас бы мне хилка не помешала. Их трое, их ничем-то, даже. Не, поутому стреляй! Ну ты и дурак, Атрей. Мы сейчас его снесли на изи. Всё, остался один. Похоже, больше нет. Серьёзно, можно попросту скинуть моду, а это будет победа. Так, синий лут какой-то. И оно ещё продолжает. Продолжает. Где бывает пыль миров? Бесформенная субстанция, с разрывом между мирами используется для усиления, понятно. Три из восемнадцати, господи. Я знаю примерно, где ещё один, но там мне с жопу не берут. Поэтому я не хочу идти туда. Короче, я всегда призываю, типа, мыслить критично и, типа, дискуссии вести на адекватном уровне. А если просто шутки шутками шутить, это одно. Так, а почему начало оно светиться? А чё оно светится? Вот я понимаю, почему основной квест. А это что? А, это я выставил метку. Всё. Окей, понял. Так, осталось понять, как сдвинуть... Ой, подождите. Подождите. А я могу там спуститься, может быть? Ну, просто я не знаю, типа, змеи он уберётся, или он так и будет лежать. Если он так и будет лежать, то я, возможно, могу там спуститься, судя по тому, что у меня есть причал. С той стороны. Всё. И мы можем попасть в локацию. У нас что-то пошло. Я что-то вижу наверху. Так, я вижу ворону, но я не понимаю, как я могу с лодки что-то сделать с вороной. Я жму на все кнопки, но Кратос не достаёт топор. Ну, я и не доброшу. До неё. Не слишком далеко. Я тоже не вижу отсюда. Вон она, ЖГ. По физике, может быть? Да нет, они не такие никакой жизни. Сверху. Ну, всё равно тупостью какой-то я занимаюсь. Так, что ты у меня сделаешь о другом городе? Ну, в смысле? Образовываю тебя? Причём тут город? Город не важен. Мы все с вами в одном интернете. Нет, ну, вообще далеко. Так, а как это сбить? Вот это я... Ну, как бы, тоже минус балл как бы игре. Она мне говорит, сбей ворон. Я такой, ну, окей. Буду заниматься этой бредятиной. Вот ворона. Её сбить нельзя. Наверху что-то есть. Да ты бесишь меня. В смысле, наверху что-то есть? Мы только оттуда спустились. Пошёл в задницу. Дети тупые. Вот там ещё одна мудрость. А уж дети в компьютерных играх так вообще. Ремея, как тебе история с тем, что будет экранизировать Last of Us? Ты рад? Ты ждал? Ты доволен? Я тут внезапное мнение услышал, что, возможно, это всё просто пиар-компания ради следующей игры, которая выйдет. Кстати, так и не понял, когда она выходит. Я думал, она уже в феврале должна выйти, но нет. И лёгкий способ HBO ответить на Ведьмака Нетфликса. Типа экранизация видеоигры. Ради экранизации видеоигры. Реально, мне надо по всем этим пройтись теперь. Ну, а лё, ну, да, смотрите. Только есть нюанс. Я не могу туда спуститься. А там ещё какой-то золотой сундук. Прикиньте. Смотри, жмеюка. Вообще, пофиг его на меня. Может, мы как раз и зажигаем эти все костры, чтобы он сдвинулся. О, моего. Симулятор плавания на лодке. По воде. Какой-то. Туда-сюда, туда-сюда. Теперь ещё... Ну, ладно, помнить не должен. С кастрыли один горят. Вот это вообще такое. Мародёрствуй. Ну, ресурсов для крафта, вот, обычных у нас уже полно. Так, да. Тут ничего удивительного. Да я и сюда подняться не могу, по-моему. Но вот эта башня, пока эта змеюка тут находится. Да? Или могу? Уж не помню, что было. Забытые пещеры. Вот я кидал топор. На рандоме. Ну, всё, этот тупик. Немножко странно. Был бы я Кратос, я бы сейчас такой... Разбежался, кто по камням запрыгнул туда-сюда. Это ты там вручишь? Ну, то есть я не могу запалить, всё равно все жаровые. Мало того, у одной башни... Ну, ладно, одной башни нет, поэтому только 8, а не 9. Ладно, хорошо. Но эту башню-то я не могу запалить. Точнее, не могу подходит. Карта 0, и нам найден новый причал. Серьёзно? Где? Причал. Ну и что, как бы... Да, как бы это не было тупо, но я один из тех, который будет запаливать все эти. Пугниво. Так уж и быть. Проведём в этой игре миллион часов с вами. Я ж не буду всё равно никак в жизни проходить старый годов вора, мне не понравилось. А это выглядит как уже похоже что-то на игру. Зачем меня на самом деле удивляет, что... God of War стоит дешевле сейчас по скидкам, чем Horizon Zero Dawn. Ну ладно, Horizon Zero Dawn был ещё DLC, возможно, поэтому. Так, а здесь лифт по...